Покажу вам, что я прикупила на сезонах скидках. Покупала я в Kaufhof Hagen, в Dortmund, в TKMX и Dortmund Hagen. Но я сразу скажу, в TKMX Dortmund он лучше, чем Hagen. Потому что Hagen вообще и скидки плохие, и народу там, видимо, все больше разбирает, и товар там какой-то у них не очень симпатичный. Но я там зато единственную хорошую вещь купила. Так, там такие шумы. Это, знаете, это Манька с Мингусом дерется. Вот так они дерутся. Это просто какой-то кошмар. Давайте я посмотрю, что они делают. Они внизу. Мингус ей прическу делает, дерет ее. Так, вот эту штучку я купила, значит, это такие ушки. Чем они хороши, сейчас вам покажу. Ой, ушки. Как удобно. Вот так лучше. Они, видите, они складываются. Их можно вот так сложить. И стоили они, по-моему, 12 евро. Скинули их до 5. Но потом я съездила в Dortmund TKMX, и там были не такие ушки, а красные. Но они хуже. Эти, видите, лучше. Они мохнатые. Они как шапка практически из овчины. А в Dortmund 3 евро уже стоили ушки из такой же коллекции этой фирмы. Это натуральная кожа. Тут овчина. Были они в упаковке. Я что-то упаковку забыла принести. Она как круглая, пластиковая упаковка, где они вкладывались вот за 5 евро. Вообще красота. Я в них ходила. Мне нравится то, что, видите, они складываются. У меня есть другие ушки. Они не складываются. Эти складываются очень удобно. Вот. Здесь тоже мохнатость. И купила я уже в TKMX Dortmund вот такую шапчушку. Смотрите, она стоила. Ну, типа они пишут, что 28 долларов. Скажите мне, кто такую за 28 долларов купит. Типа на теплое. Тепло, значит, тепло, зима и желание. Вот такая вот BKBG. Generation, в общем, P. Не знаю, написано, что за фирма. А состав, значит, ну, там сделано в Китае, естественно. Ну, качественно сделано. Надо это все отодрать мне. И что за акрил, по-моему, я помню, что там было написано. Как стирать тоже. А может, это и оставить. Что, в принципе, пригодится. Полиэстер. Акрил. Так, вот это полиэстер. А это акрил. Ну, я говорю, акрил. В общем, знаете, такой мусульманский тренд. Знаете, почему? Я сначала одела, что-то думаю, как Балда Ивановна. Но, что хорошо, вот, например, когда яркое солнце, вы опускаете, и это как бы у вас защита от солнца. Вот это вот кружево. Так что вот такая вот идея. Видите, здесь она закреплена. Ну, чтоб не отвалилось. Вот, и с этой мохнаткой нормально. Потому что она такая, как бы, ну, минус 30, наверное, холодно будет. А ушки будут закрывать. В общем, такой смешной комплект. Убираю. А, кстати, да. Ой, бардак показываю свой. Она 1 евро, в общем. 1 евро. Так, давайте уши свой бардак показала. Это просто там надо вещи все убрать. Вот. Носки за 1 евро купила. Ну, состав хороший, кстати. Таглия. Какая-то. 80%. Видите, 80% хб, полиэстер, эластан. И сделано, кстати, в Китае. Боже, там, у китайцев всех задавили. И вот такие смешные носки. Смотрите. Они были 4, скинули за евро 20. Солнце улыбается, солнце грустит. И тут какая-то дева сидит с этими. Это знак девы, мне кажется. Такие красивые тут, видите, золотые звездочки. Ну, в общем, решила я такие взять. Веселые носочки. Так. Потом купила, значит, я вот такую вот блузку. Она такая пыльный фиолетовый цвет. Ну, вы знаете, моя любовь к вискозе. Вот. Вискоза. Том Тейлор. Мне эта фирма нравится. Хоть она сделана в Китае. Мне очень понравилось, как вот этот ворот лежит на шее. Ну, знаете, он лежит, как будто, знаете, вот такие вот готичные времена. Чуть-чуть. Не жмет, не трет. Очень красиво так вот лежит по шейке. Ну, здесь такая обработка снизу, видите. Идет вот такая обработка. Что это дает? Это дает, ну, как бы, она так лучше сидит, видите. Ну, с джинсами и с чем угодно. Очень приятная. Очень приятная. Так, цена какая? Том Тейлор. 5 евро. Ну, вот. Так-то за 46 продается без одного цента. У них продавалось за 24. Их скинули окончательно за 5. Да, вот, покажу вам предыдущие ушки. Вот они вот у меня такие были. Тоже за 1 евро брала. Очень хорошие, кстати, хоть и 1 евро, но там, по-моему, железка. Поэтому они хорошо держатся. Очень тоже в них тепло. Так, значит, такую вот купила, значит, блузочку. Видите, она такая симпатичная. XL размер. Но я мерила, она нормальная. Тут написано Silk и Satin. Alice Rinaldi. Сделана в Италии. Тут очень хороший состав. Сейчас вам покажу. Я всегда смотрю вещь по составу. И... А где состав? Так, товарищ, покажись. А, вот она. Смотрите. Тут, значит, состав. Вот, кстати, лак у меня, видите? Это Александра обрез. Два ногти нормально. Ну, как-то плохо. Плоховато. Но я сказала, что я не обезжирила. Надо попробовать здесь обезжирить. Может, лучше будет. Тут состав, значит, вискоза и шелк. 70% вискоза, 30% шелк. Полиамид. Это у нас вот эти штучки идут. Очень. Она хоть и большая, но хорошо смотрится. Ну, в общем, есть мне кому отдать. Если человеку не понравится, сама буду носить. Знаете? В жару очень хорошо, кстати. Я померяла, мне тоже нормально. Такие, знаете, в жару... Сколько она стоила? За 4 скинули. Надо... Цену хочу отодрать. Не видно цены. Ну, наверное, евро 20 стоило. Мне такое чувство. Эй, отдерись. Знаете, она ничего не показывает. Так, попробуем. А, я же говорю. Вот. 18 евро. Без одного цента до 4 скинули. Классная вещица. Надо посмотреть. Алиф Рональд. Вот такой вот фасончик. Здесь такие, видите? Так, откладываю. А, покажу вам. Видите, вот такая штучка. Я сюда лью масло лавандовое. Купила я опять его в ДМ. Масло продают. По-моему, стоит она евро 95. Настоящие лавандовое масло. Я вот сюда лью от Молли. А знаете, еще что? Лаванда, кстати, хорошая. Это от бессонницы капаете на постели. В общем, засыпается. Потом я купила еще вот такую тунику. Знаете, самое интересное? Вот она 30 евро без одного стоила. Написано размер С. Но она такая С, я хочу сказать. Она, видите, она такой фасон распашонки. Туника такая. Очень хороший состав. Тоже вам покажу сейчас. Она хорошо на мне так смотрится. Мне, кстати, серые, бордовые цвета идут. Сделаны в Италии, значит. Тут у нас состав тоже 30% вискоза и шелк. Точно такой же состав. Вот. А полиамид это вот эти штучки, они пишут. Ну, они все же должны. Я вот это все отрезаю, потому что, ну, тут, как бы я все знаю, как это ухаживать. Если вы не знаете, так можно посмотреть, значит, это. Ну, как ухаживать? Тетя Гуколь все знает. Так. Вот это Гулия. Гиулия. Очень классно смотрит. Смотри, вроде такой простой фасон, ну, типа такой, как кимоно, что ли. Она очень хорошо смотрится. Тут отрезана. В общем, вот так вот. Видите, спереди как бы короче, сзади длиннее. Вот такое интересное платьица, туника. Так. Тут тоже ТКМХ. А что я сказала вам цены? Ну, вы увидели, в общем. 7 евро она стоила. Так. Сейчас перейдем. Частично, что продавали в этом, в Кауф, в Хофе. Хаген. Мне там, кстати, нравится. Там у них больше всегда это выбора белья со скидками. Сколько раз я там бываю, все время что-то интересное покупаю. Смотрите, какая красота. И были скидки 20% еще. Ну, в общем, как бы это было и скинуто. Смотрите, какая красота. Какая кружева красивая. Она, кстати, так красиво смотрится. Смотрите. В общем, она... Это не то. Так. Вот это вот не глиже, значит. Ну, видите, ну, оно по такой цене. Ну, как бы, не знаю. Вот это, конечно, развод, мне кажется. Не знаю. Ну, тут написано 40, 50, 50 евро. Потом за 30. Потом, значит, за 20. Потом за 10. Еще 10. Это 20% скидка была. Отличное качество. Очень хорошо сшито. Очень красиво. Мне такие цвета тоже идут. Такие вот холодные, салатовые. Значит, до этого я тоже там как-то была. И скидок не было. Это вот в январе появилось. И вот там к нему такие вот купила. Петрушки уж не буду показывать. Но мне... Ну, давайте покажу. Ой, упала. Ладно. Знаете, что-то я не знаю, как они сейчас все шьют. Но вот. Еще одни покажу. Вот смотрите. Вот это расстояние всегда какое-то узкое. Я так это не люблю. Вот тоже скинули, значит. До 3 евро 20% скидкой. Тут, знаете, обращать на что внимание нужно. Смотрите, вот здесь резиночка. Это значит, что у вас вот это кружево не порвется. Понимаете? Я всегда обращаю внимание, что вот здесь вот не пор... Ну, много интересных, красивых вещей, да? И вот видите, качественно сделано все. И вот эта часть вот она широкая. Вечно какие-то... Какие-то на китайцев нашьют. Знаете, и... Мне нравится такое. И будет, знаете, как я хочу сказать. Как те на канделаке в известном фото в фитнес-зале. Помните? Кстати, такой прикол. Сейчас, оказывается, японцы, маньяки какие-то. Ой, Минго Стутур. Они, значит, придумали трусы с накладками, чтобы, значит, вы одеваете эти трусы с накладками. У вас получается фото, как идти на канделаке в этом фитнес-зале. Ну, такое нашумевшее фото. Вот. Потом я это еще купила, значит, мангун за 5 евро. Тоже со скидкой была. Потрясающе классная вещь. Модаль. Ну, такой тоже интересный материал. Его в основном тоже на нижнее белье делают. Смотрите, вот. Аластан. Полиамид. Это, значит, у нас кружева. И, значит, модаль вот это вот вещество. Ой, вещество, говорит, ткань. Очень мягенькая, хорошенькая. Прям красота, красота. Вот такие вот кружавчики. Я больше люблю майки. Не знаю, мне майки больше нравятся. Так. И, так как я занимаюсь дайвингом, я все это знаю. Сейчас же, знаете, такой тренд, шить даже платье из пенопрена. Пенопрена, по-моему, называется материал. Давайте посмотрим, как называется материал. Нет, они не пишут полистер. Спандекс, сделан в Китае, какая-то фирма. Там был еще верх из такого же материала. Тоже за дно евро. Но я не стала брать. Это в Дортмунде было. Но и мой размер. Но вот в этом материале я смотрюсь, как это поросенок хрюша в этом на пляже. Знаете, как мультик есть. Про ну погоди. Ну вот. А это я померила нормально. Хоть они L, но они не растянутся, во-первых. Во-вторых, мне для дайвинга пойдет. И на вырост. Потому что в основном у купальников эти трусы очень выходят из строя. А у меня, я вам показывала, я покупала ТКМХ тоже. Желтый верх. И вот она как раз вот с этими труселями и пойдет. Видите, было 12-13 евро скинули до евро 30. Ну, в общем, надо было выбирать, потому что там было двое. Одни были какие-то грязные, а это чистые. Так, и вот это тоже потрясающая вещь. Сейчас вам покажу. Это вот такие как бы брюки. Я так понимаю, брюки. Вот скажите мне, что это. Я так поняла, что это как брюки идут. Состав вообще тоже мой любимый. Это Триньон. Триньон. Это типа Джейгинс. Это, видимо, как какой-то... Надо посмотреть, что такое Джейгинс. Макс Джинс. Видите, Макс Джинс фирма. У них-то вообще она за 70. Макс Джинс. Надо посмотреть, что за это фирма такая. И состав... Где бы найти его? Так неудобно. Ой. Где она? Вот здесь, что ли? В общем, смотрите. Они как это с лампасами идут. Вот. С лампасами такими широкими. Я одела, значит, на голое тело. Такая красота. Так приятно. Вон. Раньон. Нейлон и спандекс. Сделано в Китае. Очень такая приятная, приятная, приятная вообще к телу вещь. Очень все идеально сшито. Посмотрела. Я с шитьей разбираюсь. Меня же научили разбираться с шитьей. Так что вот так вот. Я померила, знаете, там... Предыдущая, помните, показывала? Там уж типа бутылька Шанель семерки. Нету такого. Бутыль вроде как и Шанелевский, но номер семь нету Шанель. Вот. Я одевала их с этой Шанели. Ну, такими футболками. Можно с какими-то туничками носить теплыми. С джемперами. Классно смотрится. Вот. Всем пока. Что вы думаете про ткани? Какие вы предпочитаете ткань? Я уже все, я уже так перехожу только ХБ, шелк. И смотрю, вот видите, такие вот составы. Изучая тоже, видите, составы. В принципе, знала, что... Вискоза это из... Как у меня подружка говорила, которая преподавала швейное дело. Он говорит, вискоза это из елочек. Вот. Так что рассказывайте, какие вы вещи любите носить. Я люблю, чтобы мне ничего не жало, не давило. Вот. И чтобы были натуральные больше волокна. Или вот такие вот современные, как модаль. Вот такие вот. Ну ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok